Мы находимся на улице Емельянова в городе Сестрорецке. Именно сюда приехал Ленин с Зиновьевым после тех самых июльских событий. Рабочий местного оружейного завода отвел их в этот самый сарай, и они провели там несколько дней, пока пытались понять, что же им делать дальше. Тему пребывания Ленина и Зиновьева в разливе исследовать очень сложно, потому что многие очевидцы писали об этом спустя многие годы, и поэтому были так или иначе ангажированы. Однако известно, что на месте этого сарая было такое же здание, там было сено, и, в общем-то, провели несколько дней именно на нем. Главный вопрос, приезжал ли Сталин в разлив, навещал ли он здесь Ленина? Об этом ходит множество слухов. На самом же деле источники говорят о том, что он все-таки не приезжал. Основывается противоположная версия на мемуарах того самого Емельянова, который и привез сюда Ленина из Зиновьева в июле 1917 года. Однако в ПСС и официальную биографию Сталина этот момент не вошел, и потомки Емельянова также впоследствии вспоминали, что их дед говорил, что на самом деле Сталин сюда все-таки не приезжал, а приезжал Серго Арджоникидзе, который, в общем-то, и привез знаменитую работу к лозунгам в Петроград. Сейчас, благодаря таким исследователям-лениноведам, как Владлин Логинов, можно с уверенностью сказать, что Сталин сюда все-таки не приезжал. Тем не менее, он был занят важнейшей работой в Петрограде, готовясь к шестому съезду партии. Информация же о том, что сюда приезжали Сталин, Свердлов и обсуждали каждый вопрос с Лениным, стала формироваться впоследствии, уже мифологизируя историю партии и историю революции. История вокруг работы к лозунгам, а также так называемых июльских тезисов, тоже до сих пор таинственна. В июле большевики терпят поражение, Советы становятся меньшевистскими, и они оказываются в очень затруднительном положении. Находясь на расстоянии от событий, Ленину удается взглянуть на все со стороны и понять, что нужно снять лозунг «Вся власть Совета». Он считает, что нужно переориентироваться на фабзавкомы и таким образом сменить парадигму, которую до этого большевики толкали, начиная с апреля. Но для партии это очень сильный удар, потому что после апреля она и так еле-еле встала на новые рельсы, и теперь снова радикально менять курс совершенно не с руки. Ленин оказывается в оппозиции к основной линии партии, и ЦК не очень-то хочет доводить до сведения всех членов партии его новые тезисы. Из дома Емельянова пришлось уйти. Вокруг все искали Ленина и Зиновьева, поэтому они переместились в шалаш в нескольких километрах от дома. Именно здесь Ленин написал знаменитую работу «Государство и революция», которая по сей день является для нас таким кладезем информации о том, как же строить социалистическое государство. Мы находимся на месте, где стоит монумент тому самому шалашу, где Ленин и Зиновьев провели несколько недель. Сейчас мы посмотрим, как он выглядит. В общем-то, в детстве все такие строили. Тот самый шалаш. Подробно эти события описаны в фильме «Синяя тетрадь». Однако он был снят в 60-е, и поэтому там уже интерпретируется все в соответствии с временем, в которое он был снят. Ленин и Зиновьев делали вид, что они финские крестьяне. А мальчик Коля Емельянов приносил им еду. Причем время от времени рядом появлялись охотники, которые заглядывали в шалаш. Например, один раз один очень настойчивый товарищ попытался даже посидеть с Зиновьевым и Лениным подольше. Им пришлось сделать вид, что они действительно разговаривают по-фински, а Ленин еще прятал свою библиотеку. Во время съезда партии обсуждался вопрос, являться ли на суд Зиновьеву и Ленину. Дело в том, что некоторые считали, что на суде можно использовать этот момент как агитацию и пропаганду. Однако большинство посчитало, что это крайне рискованное мероприятие, потому что Керенскому и компании доверия никакого не было. Впоследствии действительно выяснилось, что юнкерам при аресте Ленина был дан приказ расстрелять его. В итоге съезд постановил, что Ленину и Зиновьеву нужно скрываться дальше. Сообщение появилось в газетах, об этом узнали власти. После чего охота на революционеров продолжилась. Стали появляться слухи, что Ленин торгует рыбой в разливе, что Зиновьеву видели где-то в Петрограде. Поэтому стало очевидным, что нужно бежать дальше. Кроме того, погода становилась все хуже, дожди и прочие неблагоприятствовали тому, чтобы оставаться здесь. Кто бывал на северо-западе Питера, знает, что в августе появляются полчища комаров, становится промозгло и находиться на природе достаточно некомфортно. Кроме того, было очень трудно работать, потому что вокруг кипит революционная ситуация, Ленину хочется в Петроград. Но нельзя. Приходится думать, как бежать дальше. Емельянов достает несколько поддельных удостоверений, чтобы двигаться в Финляндию. Он принес фотоаппарат, чтобы сфотографировать Ленина и Зиновьева, причем первые фотографии оказались запоротые из-за того, что снимали против солнца. Чтобы вы понимали, фотоаппарат принести тогда было большим делом. Пришлось снова повторять эту процедуру. На этот раз, чтобы наверняка, Ленину пришлось встать на колени, потому что именно в таком положении удавалось сделать снимки на паспорт. Ну что ж, пришло время прощаться с шалашом. Шотман, Рахья и Емельянов составили несколько вариантов перехода финской границы. В конце концов остановились на том, чтобы перейти ее около станции Левашова и переехать саму границу на паровозе знакомого, сочувствующего машиниста. В назначенный день двинулись в поселок, а оттуда по лесам и полям границы. Причем пришлось идти по болотам, потом забрели на торфяное пожарище. В общем, заблудились. Шотман писал в своих воспоминаниях, что во время всех этих неурядиц Ленин держался. Но когда возник вопрос, где же наконец Левашова, и оказалось, что кажется, здесь вовсе и нет этой станции, а ошиблись на несколько километров и попали в дивуны, Ленин не выдержал и отчитал всех за плохо продуманный план. И тут новая незадача. Из-за всех ошибок чуть не опоздали на паровоз. Второго шанса могло и не быть. Получилось, что в последнюю минуту удалось вскочить в паровоз, а Емельянову пришлось сделать вид, что он пьяный, чтобы отвлечь внимание жандармов. Удачно добрались до дома Кальц. Там отдохнули и было решено разделиться. Зиновьева оставить там, а Ленину двигаться дальше. На границе проверили документы, приключений уже не было. Добрались до Елкалы, и там Ленин остановился у семьи Рахи. Пути Ленина и Зиновьева разошлись. Куда дальше, чем, казалось бы, на первый взгляд. Ленин оказался в небольшом финском городе. Он говорил, что это самое спокойное место, в котором ему довелось жить в последние годы. Но когда он открыл первые газеты, то понял, спокойной жизни уже никогда не будет. Не думай правильно, чувствуй сердце в мобиле, душой в тюрьме. Это Россия, Россия для грустных, невыбодов, неперемен.